В разрез шаблону либеральная общественность предъявляет претензии губернатору Игорю Палица. На повестке дня вмешательство государственной администрации в ход досудебного расследования по делу трагедии 2 мая. Легкое напряжение охраны, которое вызывают любые незначительные собрания на площади у здания государственной администрации, удивляет. Казалось бы, какие конфликты могут возникнуть между представителями патриотических сил. Тем не менее, либеральная организация за всю Одессу, включающая видных представителей Евромайдана, обращаясь к проукраинскому губернатору, все чаще прибегает к слову люстрация. Те наполягание, которое здействовалося нашою спільнотою, продолжает одночасно занимать дві посадки. Це посада народного депутата України і голови обласної державної администрації. Губернатор, он же нардеп. По словам общественников, типичное противоречие принципам, декларируемым президентом Украины. Игорю Палеце направили два информационных письма. Эти вопросы возникли у нас еще с первого дня первой встречи назначения, когда был руководитель Одесской областной администрации. Он заявил открыто, при средствах массовой инкармации, большое количество представителей общественных организаций, он заявил, что он подал документы о сложении из себя полномочий как депутата. Потому что по закону у нас нельзя совмещать депутатскую деятельность и в данном случае руководитель областной государственной администрации. Кроме того, подчеркнул Андрей Сидоренко, в этом положении Игорь Палеце оказывает давление на досудебное расследование по делу о трагедии 2 мая. Завтра областная администрация должна направить уполномоченного представителя на общественную пресс-конференцию. В присутствии телекамер полпред Игоря Палеце должен будет ответить на вопросы, поставленные его шефу. Кроме того, объяснить продолжающееся военное время разбазаривания земель Министерства обороны. Николай Конюхов, Андрей Симченко, телекомпания «Репортер».